Жакет это классика делового стиля. В нем можно и на работу, и в театр, и в ресторан. А осенью это еще возможность утеплиться. Как правильно выбрать жакет, расскажем. В женском гардеробе жакет появился благодаря Коко Шанель. В те времена его шили из твида, а знакомую нам форму жакет получил в 50-х. Вторую волну популярности модели обеспечил Ив Сен-Лоран спустя 20 лет. С классикой можно экспериментировать. Так решил американский модный дом и выпустил жакет из кожи питона. Стоит модель, как хороший автомобиль, 40 тысяч рублей. В тренде расслабленные силуэты и натуральные материалы, но с небольшим процентом синтетики для долговечности. По цветам ограничений нет. В этом сезоне дизайнеры рекомендуют асимметричный крой и необычные детали. А сейчас подберем осенние жакеты для разных типов фигур. Весьма интересная модель выполнена из шерсти с необработанным краем. Отделочные строчки выполнены в цвет жакета. Пояс, полное отсутствие фурнитуры, она вся скрыта. Накладные карманы, клапаны не увеличивают данный силуэт ни в районе бедер, ни в районе талии. Весьма интересный и лаконичный крой. Фурнитура в виде одной пуговицы также очень лаконична и все в один цвет. В данном изделии очень грамотно выполнены плечики. Они объемные, что создают правильный силуэт. Особенно нужно учитывать женщинам в размере плюс сайз. Такие жакеты вам не нужны. Рассмотрим антитренды. Гусиная лапка сейчас в тренде, но не в данном изделии. Слишком много акцентов в комплементарном цвете синим. Это пряжка, дополнительные элементы на ремешке, также отделка на карманах. Изделие получается очень насыщенным. Данное изделие в составе имеет стопроцентный полиэстер. Это первый момент. Второй момент. Рукава в драпировке смотрятся небрежно. Плюс воротник слишком мал для женщин плюс сайз. Это зрительно увеличивает силуэт. Бюджетные жакеты синтетики на женщинах элегантного возраста выглядят неуместно. Позвольте себе один или два, но качественных. Это лучше, чем ворох дешевых и некрасивых моделей. Будьте стильными вместе с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!